Внешний вид любого города во многом определяется не только его достопримечательностями, красивыми домами, хорошей дорожной сетью и наличием освещения. Мнение человека зачастую зависит от мелочей, незаметных на первый взгляд. Например, от состояния торговых точек, в особенности расположенных на центральных улицах. Зачастую своим неопрятным видом они нарушают общее впечатление о городе, его внешнем виде и благоустройстве. Следить за состоянием своих павильонов и прилегающих к ним территорий в первую очередь должны их владельцы. Мыли сайдинги, ухаживали за клумбами, окашивали свою площадь, которая им по договору, аренда земельного участка предусмотрена, либо же согласно правилам благоустройства. По словам специалистов, к разряду неухоженных можно отнести некоторые павильоны, расположенные по улице Шоссейной и на площади около магазина «Магнит». Их внешний вид не только портит общую картину города, но и нарушает правила содержания торговых точек, как согласно договору аренды, так и правилам благоустройства. Однако многие жители и потенциальные покупатели таких павильонов не замечают отсутствия надлежащего порядка или относятся к этому весьма безразлично. Я мало бываю в магазинах, потому что мы в селе живем, и мы приезжаем, может быть, два раза в месяц. Поэтому пролетаем, не слышим, не видим, не смотрим по-настоящему. Я редко хожу, я один живу, поэтому мне это как-то вопрос не интересует. А я в ларьках не покупаю, я хожу в магазин. Всякие бывают случаи, просто когда торопишься, возьмешь хоть где. Так что это не приходится выбирать. Согласно правилам по благоустройству, собственнику торговой точки, имеющей капитальное строение, необходимо содержать в чистоте территорию в радиусе 15 метров от здания. Если же это павильон, то владельцам нужно производить уборку до 5 метров. С этими требованиями согласны те граждане, которым ежедневно приходится наблюдать неопрятный внешний вид ларьков и быть пользователями их услуг. Грязное помещение, входить никому неприятно. Ну, снаружи, да, снаружи не особо убирают. Но я не хочу сказать, что много грязи, но вот возле павильонов мусора нет. Ну, в первую очередь, чистоту как-то смотришь, как это самое, не грязно, ведь все бывает. Ты разбросил там что-то и аккуратно. Это большое значение, оказывается, имеет. Не потому, что вот именно, я бы купил, там не купил, а вот именно нравится ходить и даже купишь что-то. Обидно, что город собирается быть чистым, благоустроенным. Ну, обязаны они, наверное, приводить тоже вид. Сами видите, надо все снимать. Если владельцы все же не желают наводить надлежащий порядок, то согласно правилам благоустройства, для них предусмотрена административная ответственность и применение штрафных санкций. Выявили какой-то отдел, да, или административная комиссия нарушения по данному предпринимателю или по павильону, они сразу выносят требования, то есть дают срок для устранения. В случае, если после указанного в требовании срока данная организация или предприниматель, или владелец павильона не выполнил это требование, то на него уже составляет спектакль административного правонарушения, который впоследствии рассматривается на комиссии. Ответственные владельцы торговых точек, после предъявления к ним определенных требований относительно, например, состояния и чистоты фасада здания или кладки тротуарной плитки, стараются в короткие сроки исправить недочеты, а при невозможности обратиться в отдел архитектуры администрации города с объяснением причин. Всегда им идут навстречу, они указывают сроки, в которые они обязуются эти требования выполнить. Что касается подметания, уборки мусора, окоса травы, тут, я считаю, даже требования никакие не нужно выписывать, тут они уже должны смотреть и свои временные все уберут. Радует тот факт, что многие собственники торговых точек решили навести порядок и, как говорится, вымыть свои павильоны в преддверии самого главного праздника для Уварова. Это Дня города. Хочется, чтобы исполнение своих обязанностей по содержанию магазинов и ларьков вошло у владельцев в ежедневную привычку. Они выполнялись только по праздникам. Ирина Пивоварова, Варвара Павлова. Наш город.